Один мужик на Аляске целый год таскал автомобильные покрышки на местный вулкан, чтобы 1 апреля поджечь их. Половина города в панике. По-моему, жёсткая шутка. Это кот по кличке Самогон. Он живёт в винном магазине, и, судя по его выражению лица, несказанно этому рад. Кота пишет, да у этого кота жизнь счастливее, чем у меня. Погоняло прикольный у него Самогон. 15-летний парень, 15-летний в аниме. Кота пишет, 15-летний в Казахстане. Слегка подрос. Кота пишет, а хозяйка накачалась. В этом году исполнилось 20 лет. После первого прощального концерта Аллы Пугачёвой. Кота пишет, необходим прощальный концерт через 23-е прощального концерта. А этот мем, друзья мои, символизирует то, что в Ну Погоди, было всё, что мы можем увидеть в известных играх. Мне больше всего понравилась Фаталити Бегемота из Мортал Комбата. Хотя Ведьмак тоже неплохой. А что если именно так вымерли динозавры? Кота пишет, зачем вы идеи РНТВ подкидываете? Не только в России проблемы с дорогами. В Торонто несколько месяцев не могли починить яму, и кто-то начал выращивать там помидоры. Кто-то пишет, это русские эмигранты. Андроид? Айфон? Кто-то пишет, Сяоми? А вот это вот, Хуавей. Хонор какой-нибудь. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, а в этом ролике у нас с вами будут мемасы. Но помимо видеороликов, я пишу книги в жанре фантастика, публикуюсь в издательстве Эксмо, и продаюсь в магазинах Читай Город, Лабиринт и Бук24. Если вы читаете книжки, или хотите ознакомиться с моим литературным творчеством, то идите в Читай Город, и спросите там Макса Максимова. Если я там не продаюсь, то спросите, когда я появлюсь. Потому что могли уже раскупить. Когда военкомат попросил пронести ксерокопию паспорта, центральный военкомат пишет, все равно годен. Папа два года назад. Я клянусь, Джина, я тебя прикончу, если ты заведешь собаку. Я не хочу собаку, с ними слишком много возни, не бери собаку. Папа сегодня, пройдя менее километра. Она устала, у нее маленькие лапки. Я. Нет, все в порядке, папа, она собака. Папа. Но ее лапки, они такие маленькие. Я, наверное, понесу ее, пока мы идем до дома. Мою посуду в такой последовательности. Первое, кружки и стаканы. Второе, вилки, ложки, ножи. Третье, тарелки и контейнеры. Четвертое, отрицание. Пятое, гнев. Шестое, торг. Седьмое, депрессия. Восьмое, принятие. Девятое, кастрюли с десятой сковородки. Уже так с апатией. Одиннадцатая, противень. Кто-то пишет, на самом деле земля плоская, а динозавры до сих пор живут на обратной ее стороне. И раскопанные нами кости, найденные в могилах похороненных с той стороны динозавров. Кто-то пишет, хватит подкидывать идеи РЕН-ТВ. Нет, надо подкидывать идеи РЕН-ТВ, потому что если у РЕН-ТВ кончатся идеи, то как же мы будем прикалываться над РЕН-ТВ? У нас исчезнет еще один объект юмора. Сбой в матрице. А дам собаку в добрые руки. Да плачу. Выход есть всегда. Не понимаю, почему все так боятся говорить по-взрослому? Я тебе не нравлюсь? Скажи это. Зол на меня. Расскажи, в чем дело. Я не прав? Давай поговорим об этом. Поделимся точками зрения. Это не так сложно. Нет, это, блин, почему-то очень сложно. Нет смысла спорить насчет того, кто лучше, кошки или собаки. Важно лишь то, что мы их любим. Расскажите о себе. Бать, ты чё? Шучу, звездюк. Будешь моим замом. Любая нормальная работа в России? На фабрике Ролтон уволили сотрудника за то, что на обед в столовой он ел доширак. Кто-то пишет, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Нет, это какой-то макароновый расизм получается. Вот кто эти люди, которые отвечают на вопросы в Майл.ру? Типа, сидит человек спокойно, а потом заскучал и давай отвечать. Чему равен тангент спина 4, деленный на скорость света? Как почистить картошку ногами и как добраться до Мазонбик? Но спасибо вам. Вы не раз спасали. 21-летний шахматист из России Владислав Артемьев уверенно одержал победу на чемпионате Европы по шахматам. Всего в нем участвовало 358 гениев, это непростой игры. Но Владиславу не было равных. Успехов и удачи, молодец. Интересно, а был ли там наш Корякин и не наш Магнус Карлсон? Миша Ярмонову всего 10 лет. Когда Миша увидел тонущего ребенка, он мгновенно сбросил с себя одежду и начал танцевать. Шутка. И поплыл к утопающему, подхватил его подмышки и около 20 метров плыл к берегу, преодолевая сильное течение. Но еще удивительнее. Школьник сумел оказать первую помощь пострадавшему, сделав искусственное дыхание. Гордимся юным героем. Молодец, ты крутой. Один в один. Когда тарелку разбивает перфекционист. В Германии закрылась последняя звероферма, на которой разводили норок. Больше таких ферм в стране не осталось. Норки вы на свободе. Лучшая новость за последнее время. У меня, кстати говоря, жена по этой причине не хочет себе никакую норковую шубу, ничего такого, потому что ей животных жалко. Как насчет бокала вина? За что пить будем? За справедливость. Не чокаясь. Кто-то пишет. Даже искусственный интеллект понял эту жизнь. Николас Кетч развелся после четырех дней четвертой женитьбы. Это я ее еще терпел. Кто-то пишет. Нормально еще продержался. Ну да, четыре дня не тухло так. Ну, допустим, Курлык. Блин, как он залез туда? Только не говорите, что ему там еще и удобно. Точнее, нет, не залез, он туда втек. Не ругайся, начальника. Большинство девок в инсте в жизни, кто-то пишет. Котика жалко, он какой-то грустный. В Ялте объявился Айвазовский с баллончиком. Вот это крутая картина, кстати говоря. Я помню на нее смотрел и был удивлен тому, как человек смог изобразить волны. Ну это реально завораживает. А еще больше тут завораживает игра света. Когда тебе всего 14, а ты уже выучил весь алфавит. Кто-то пишет. Я научился читать до 10. Это какой-то блатной Винни-Пух. Дон Винни-Пух. Ну, допустим, мяу. Когда собирали, не читая инструкции. Это намек? Это кактус? Нет, это фактус. Кактус-фактус, да. Физический глаз настолько чувствителен, что способен в темноте разглядеть пламя свечи на расстоянии 20 километров. Кто-то пишет. Но не в силах разглядеть, то, ну, вранья в обещаниях людей. Ну, во-первых, вранье мы разглядываем не глазами, а скорее даже мозгами, осознавая то, что сказал нам собеседник. А во-вторых, как бы тот факт, что мы видим звезды на расстоянии тысячи световых лет, это как бы не-ничего? Отличные новости. Суд признал разрешение на строительство китайского завода на Байкале незаконным. А сам завод признали опасным для экологии. Протесты дали результат. Сергей Зверев, красава, молодец. Принял участие в протесте. Ну, а мы, так скажем, осветили это событие. Сложно работать с людьми, когда ты Юля. Юля, здравствуйте. Будет завтра время встретиться. Чёртов-то девять, извините, Юля. Ну, типа Юля, ну вы поняли. Объяснительная. Я не пришёл на дополнительное занятие по русскому, потому что это фигня. Мне в душе не всралось. Вас вообще не должно волновать, где я был. Кто-то пишет, а запятую всё-таки пропустил. Зря, конечно, не пошёл. Между прочим, комментирующий тоже пропустил запятую, потому что всё-таки это вводное слово, а вводное слово выделяется запятыми. А, вы можете написать в комментариях. Где же чувак пропустил запятую в объяснительной? Ни хрена себе лапы. Чё это за порода такая? Я наблюдал, как моя собака гонялась за своим хвостом в течение 10 минут и думал. Вау, собак так легко занять. А потом я понял, что я просто наблюдаю, как моя собака гонялась за своим хвостом в течение 10 минут. И собака такая, вау, человека так легко занять, он смотрит, а ну как я какую-то хрень устрадаю. Пост для олдов. Кто-то пишет, блин, я даже не знаю, как они без грима выглядят. Чёрт, я тоже не знал, ничего себе. Нагулялся. Отдай котлету! Змея живая. Просто вы её задолбали. Когда никто не пытался разыграть её на 1 апреля. Чё-то подозрительно. Кто-то пишет, всё потому, что ты никому не нужен. Чёрт, а ведь меня тоже никто не разыграл на 1 апреля. Зато я свою жену разыграл. Я искал то, что меня забанили на ютубе. И как это есть? По-моему, очень вкусно. Вот горошек очень вкусненький. Везунчик по жизни. У всех дети как дети. Просят домой хорошие или плохие оценки. Некоторые щенков могут принести, мол, приютить. Мой же совершенно отбитый. Притащил домой железный ящик, который откопал в поле. Какого хрена ты там делал? А в ящике 10 артиллерийских зарядов с маркировкой и датой за 1943 год. То ли дебил растёт, то ли археолог, я не знаю. Однозначно археолог. Но дебил. Мем, который ты не поймёшь. Кто-то пишет, мы это по-английскому не проходили. Что тут непонятного? Все закругления. Атлант держит стену. Не Атлант, а Котлант тогда уж. Я. Выключаю музыку, потому что хочу спать. Все остальные в клубе. Девушка 27, старородящая. Парень 27. Мама, что у нас сегодня на ужин? Кто-то пишет, ничего не понял, пойду мамы спрашиваю. Виктор 38 лет. Когда мои родители поехали в Орландию с моим дедушкой, который не был там 25 лет, он повёл их в свой любимый паб. Когда они вошли, парень в бар и сказал, о боже, он вернулся. Знакомьтесь, это жительница Шотландии, у которой реально на всё пофиг. У неё редкая мутация, она не чувствует боли, совершенно не склонна к тревожности и депрессии. За 71 год своей жизни она ломала руки, ноги, перенесла тяжёлые операции, рожала детей и при этом никогда не принимала обезболивающее, оставаясь на позитиве. Глюки цифрового телевидения показывают реальный мир. Кто-то пишет, матрица опять дала сбой. Блин, а прикиньте, телевизиончики, правда, такие черти какие-то вообще неясные. Недовольный заказчик доволен. Обожаю спать. Я грёбаный кроватка-люб. Аморальный подушка-фил. Серийный засыпальник. Спасибо за крутую коробку. Да, только вот этот вот мусор из коробки выкинуть нахрен. И, пожалуйста, спи себе в коробке. Детка, потанцуем. По балу любимую. Цветы. Да, так это... Подарил букетик капусты. Килограмм так, на семь. Когда у меня родится ребёнок, я создам ему электронную почту, куда буду отсылать все его достижения и фотографии. Когда он станет достаточно взрослым, я дам ему пароль от этой почты и вспоминаниями. Если хотите, можете взять эту дневную заметку, не благодарите. Сейчас с пассажиром. Я на месте, к какому дому подъехать? Локация на пустыре у вас была. Всё правильно. Я сейчас вылезу из люка в бетоне. Не спрашивайте. Это Донателло какой-нибудь или Сплинтер? Видимо, заблудились. Нет, Гендаль вывезет братство куда надо. Кошану. Телеграмм выкатил большое обновление. Теперь можно в любой момент удалить сообщения из личных чатов, хоть через несколько лет после отправки. Добавлена возможность скрывать ссылку на профиль при пересылке сообщений. Можно настроить, кто видит фотографию твоего профиля. И видео, и гифки можно смотреть, не дожидаясь полной загрузки. Как пишет. Мессенджер, который смог. Человек, один, корова, два, ястреб, ноль, сороконожка. Ааа, ставьте паузу, пишите ответ в комментариях. Это типа загадка. Машинка, не болей. Это так в суперэлитном сервисе машину ремонтируют. Лестница в травмпункт. Сейчас увидел, как мужик просто подошёл к бездомной собаке и сказал. Эх, жаль не тебя, будешь со мной теперь. Пошли домой. Кто-то пишет. Я так с мужем познакомилась, рекомендую. Ну давай, рассказывай мне. Что, что рассказываете? Ну глаза у тебя красивые, разноцветные. Теперь точно не наступят. Какой пакет, какие сосиски, не было тут ничего. И, друзья мои, не забудьте. Ознакомиться с моими книжками. Я даже вам оставил аннотации к моим книжкам. Здесь вот, перед вами можете прочитать, о чём я пишу. Вдруг вам будет интересно. Вдруг вы любите подобный жанр. И скажите такие. Ого, я сейчас пойду в книжный магазин, спрошу там, или закажу по интернету. В общем, ссылки будут в описании. Смотрите прикольные мемы, читайте прикольные книжки. Будьте счастливы. Всего хорошего и пока-пока. До встречи в следующих роликах.